Устрада. Саламу алейкум. Каждый выпуск иллюзиониста, особенно вступление его напоминает. Старый добрый анекдот, наверняка помнишь. Как ты чеченец подрался с Брюс Ли? IQ от 40 до 60 дебил. IQ от 20 до 40 имбецил. Алейкум Тумсо. Брат, если Кадыров всячески избегает диалога с тобой, почему бы не вызвать иллюзиониста на эфир и разнести, а то, что он раскудахтался не на шутку, тем более Рамзан не скрывает симпатию к нему, было бы эффектно. Я не вызываю каждого, кому симпатизирует Кадыров, и каждого, кто хотел бы со мной провести диспут. Я вызываю тех людей, которые интересны мне. Диалог с которыми, дискуссия с которыми будет интересна мне. Дискуссия с иллюзионистом мне не интересна. А вот дискуссия с Кадыровым мне интересна. Поэтому я вызвал Кадырова на эту дискуссию, а этот вызов до сих пор в силе. Он уже почти год, по-моему, его не принимает, избегает. Когда наберется смелости, я готов его принять, организовать этот разговор и показать зрителям ущербность этого человека, ущербность их пресловутого пути Ахмата Кадырова, показать их преступность людям, доказать, готов их разнести. Но именно Кадырова. Никаких бы то не было людей, как-то причастных к нему. Если будет кто-то из них, кто будет мне интересен, с ним тоже проведем без проблем. Но пока мне интересен именно он. Так, Устрада. Саламу алейкум раматулатумсу. Каждый выпуск иллюзиониста, особенно вступление его, напоминает странный старый добрый анекдот. Вот наверняка помнишь, как-то чеченец подрался с Брюсом Ли, и после боя дома уже у него спрашивают, ну и как прошел бой? Я там сунитр, но мохам у цу хикар. Да, да, это запчасть. Алейкум ассанабрамм табаркату. Это анекдот, сейчас я попробую его перевести. Подрался, говорит чеченец, с Брюсом Ли, пришел домой, и у него спрашивают, ну что, мол, с этого получилось? Он говорит, ну побили, говорит, меня, но кричал он. Существует формальная таблица связи IQ с медицинскими отклонениями умственного развития, которые я хочу сегодня поделиться с тобой. IQ 160 и выше – гений. IQ 140-160 – талант. IQ 120-140 – способный. IQ 80-100 – посредственность. IQ от 40 до 60 – дебил. IQ от 20 до 40 – имбецил. IQ менее 20 – это ченгиз из череда РК. Ассаламу алейкум, Томсо. Что думаешь о видеоблогере из Финляндии Мусе Ламаеве Низам Тиви? Хотелось бы увидеть ваш совместный стрим. Алейкум ассаламу алейкум. Я знаком с Мусе Ламаевым. У нас нормальные отношения. Мы с ним, кстати, делали даже как-то совместный эфир в Инстаграме. По-моему, в 2018 году Мусе Ламаев, человек, прошедший очень жестокие пытки в республике в начале нулевых, он был и в РОВД, и в ОРБ, в общем, испытал на себе все ужасы российской оккупации. И мы с ним как раз тогда делали эфир, он рассказывал о всех, ну, о подробностях, как его задерживали, как его пытали, как его судили, как отпустили во время суда. У него очень такая непростая и в то же время интересная, конечно же, для нас история познавательная. Но Низам Тиви, насколько я знаю, этот канал не Мусе Ламаева, это канал Анзора Масхадова. Мусе Ламаев, по-моему, просто выкладывает там ролики. Возможно, они как-то совместно ведут этот канал, я не в курсе. Отношение к Мусе Ламаеву, конечно же, уважительно. Привет, Тумсо, по твоему мнению, кто организатор убийства Буданова, Рияд Суалихин или Академик? Я думаю, имя организатора этого убийства нам знакомо, и это не Академик, и это не Рияд, и не Суалихин, и ничего подобное. Это один человек, которого уже нет в живых, который умер, да помилует его Всевышний Аллах. Это Юсуф Тимирханов. Это наш герой. Он является единоличным организатором этого возмездия. Тумсо, асаламу алейкум. Есть несколько сомнительных телеграм-каналов, которые публикуют фото и видео про Чечню и, в частности, про ее руководство. Содержание их не вызывает доверия. Эти же файлы ты выкладываешь у себя в Инстаграм. Почему ты их используешь? Им же нельзя доверять. Алейкум асалам. Значит, я не знаю об этих сомнительных телеграм-каналах. Я могу сказать, по какому принципу я выкладываю у себя ту или иную информацию. Если я нахожу это интересным, забавным, смешным, и мне хочется поделиться этим со своими подписчиками, я этим делюсь. Но при этом, может быть, эта же информация будет еще на каких-то других аккаунтах, социальных сетях. И, быть может, они будут какими-то сомнительными. Может быть, даже будут не сомнительными, а будут принадлежать кадыровцам. Вполне возможно. Они просто тоже решили, что это забавно, это смешно, это интересно. И тоже решили поделиться этой информацией со своими подписчиками. Такое возможно. Я не могу эти вещи контролировать. И также я не всегда могу знать, кто является автором той или иной картинки или информации. Я просто вижу, что это интересно. Нахожу это забавным, может быть, смешным в каких-то случаях. И хочу этой информацией поделиться с вами, со своими подписчиками. Я это делаю. Я это делаю. В ЦРБ врачи, которым огромный респект, они провели забастовку, в результате которой, как вы видите, был снят этот главврач. Средства защиты были внезапно обнаружены в этой больнице. Все необходимое было предоставлено для этих врачей. Но при этом все показали так, что они просто чего-то неправильно поняли. Кто-то из них вообще был откровенным провокатором. В лучших традициях кадрыцкого режима, в общем, это все сделали. Но эффект-то от этого получился. То, чего хотели эти врачи, они-то этого на самом деле добились. Те средства защиты, которые им не предоставлялись, они им в итоге предоставлены. Да, они сказали, что они там были, и до этого все было нормально. Но факт, что их предоставили только после того, как они провели эту акцию. Главврача, который на них кричал, разговаривал с ними, как ни во что их не ставил, в общем. Его сняли с должности? Сняли. Результат-то в итоге получился. Асаламу алейкум, брат. Я тебе писал в директе о помощи моей сестре, которой срочно нужна помощь. Прошу помощи у тебя и у всех твоих подписчиков. Бисмилля. Алейкум ассалам. Я не видел в директе сообщения о помощи сестре. Я не припомню такого, но скажу вам сразу же, если речь идет о какой-то благотворительности, то подобную информацию я игнорю. Я ее никак у себя не репощу. И вообще благотворительностью я не занимаюсь. То есть, если там идет речь о лечении кого-то, о тяжелом положении жилищном и подобные вещи, то этим я не занимаюсь. Это нужно обращаться к фондам. У нас есть фонды, которые занимаются помощью населению. Их немало. Если же это касается помощи в преследовании, то есть, в борьбе с неправовым преследованием, будь то России, будь то иного государства, когда человека преследуют из-за его политических взглядов, из-за его религиозных взглядов, фабрикуют на него уголовные дела, то это тема, которая мне интересна, которой я занимаюсь. То есть, это то, что касается правозащитной деятельности. В этом вопросе я, конечно, готов рассмотреть и помочь, чем я смогу. Ас-саламу алейкум, Тумсо. Здесь в Урус-Мартане среди молодежи идут дискуссии на тему о пути Путина как альтернатива пути Ахмада. Со своим фондом, куда тоже нужно будет перечислять деньги. Как ты думаешь, Кадыров будет против или не посмеет? Ас-саламу алейкум. Мартан Хо, вот я так и думал, что что-то такое у нас придумают. Но только я боюсь, что это может не уменьшаться успехом, потому что такую идею, они, конечно, не посмеют, наверное, пойти против такой идеи, но они смогут повернуть эту ситуацию иначе, сказать, что они под видом на самом деле хотели творить что-то такое, они террористической деятельностью хотели заниматься и подставят. Поэтому лучше не рискуйте, лучше не рискуйте. Кстати, символично, что это написал человек с ником Мартан Хо. Урус-Мартан, это такое место, где вообще люди родом из Урус-Мартана, они очень такие деятельные бывают в вопросах бизнеса. Куда бы вы ни поехали, вы всегда встретите там человека родом из Урус-Мартана, и у него будет уже поставленный, мощно работающий бизнес. Я всегда встречал таких людей. Мартан Хой – это такая черта, которой я завидую. Очень как бы вот, как в чеченском, у чеченцев говорят, кайолш. То есть люди, которые способны, в любой ситуации они способны творить какую-то тему, какую-то деятельность, которая бы приносила деньги. И вот здесь Мартан Хо тоже решил замутить тему, которая принесет деньги. Мартан Хой – это такая черта, которая принесет деньги.